Ну, практически мы с вами вышли уже на международный уровень и приятно, что к нам приходят шеф-инструкторы и совершенно привилегированные гости. Я хочу познакомиться с нашим гостем. Здравствуйте. Bonjour. Bonjour. Хочу познакомиться с вами. Merci. Что-то ты можешь представить. Меня зовут Егени Ренополиго и я шеф-форматор в Институте Пол-Бокузо. Расскажите, каково это быть шефом в Институте и что необходимо для этого делать? То есть, чему можно научить в Институте? Это значит передавать опыт, обучать и требовать лучшее от наших студентов. Правильно ли я понимаю, что быть шеф-поваром это очень почетно во Франции, да? Потому что в России, как вы знаете, наверняка быть поваром это такое, как средне-специальное образование. Но тот уровень и тот класс, о котором вы говорите, я так понимаю, что это исключительно что-то в районе мишленовских звезд, наверное. Это престижно быть шефом в Франции, потому что в России это больше не всегда был известен. Но когда мы говорим, мы говорим о мишленовских звездах. То есть, это не всегда был в Франции, в Франции. Временно. Это был в французский раз, я скажу. Нет, не раз, не раз, не раз. Потому что, в французском разуме, М. Поль Бокузо, который был создан в Институте Поль Бокузо, был выходом из своей куизины, был путешествием в мире, transmettre свой знание, и хотели все знать о гастрономии в других странах. Это уже не говорит, что это произошло так. Во Франции шеф-повар, это очень престижно, сегодня. И, наверное, примерно уже 10 лет. Почему это произошло? Потому что 30 лет назад, когда шеф Поль Бокузо, известный шеф-шеф этого... Ресторана, института. Поль Бокузо, он основал, один из основателей института Поль Бокузо, три звезды Мишлиновские, больше 50 лет во Франции. И он 50 лет назад, он вышел из своей кухни, начал путешествовать, начал говорить о том, что значит быть шефом, что это лидеры, что это люди, которые предприниматели, они люди, которые знают свое дело, и это также люди, которые причастны к искусству. И он как бы направил, дал это направление шефам, французским шефам, опять же, выйти из кухни и... Транслировать, рассказывать, наверное, делиться опытом. ...опытом, качеством французской кухни. Тем не менее, мы сегодня с вами находимся в Москве на выставке Метроэкспо, и я так понимаю, что ваше появление здесь совершенно не случайное, потому что вы уже вышли за пределы своей кухни, и делитесь своим опытом, и я так понимаю, что с удовольствием общаетесь с новыми партнерами и потенциальными подрядчиками. Мы уже вышли из Куристии, мы в Метроэкспо, и мы имеем отношения с нашими партнерами в Сибири, и также с компаниями, которые поддерживают этот проект в России, в Сибири. Да. Да. То есть, что мы хотим? Мы хотим учить учить ученики, учить клиенты в лучшем способе. И учить ученики, учить ученики, учить ученики, учить ученики, Ужини говорит о том, что сегодня мы хотим дать студентам знания и техники. Ужини дает техники студентам, будущим шефам, стать будущим шефом. И быть предпринимателем, в общем-то, не только, допустим, в России, во Франции. Это если российский студент, он станет шефом, может работать, стать шефом во всем мире. И Институт Пол Булькюльс сегодня открывает филиал на базе Сибирского фенерального университета в Красноярске, в России, впервые в России, бакалавриат кулинарного искусства. Ребята будут учиться 4 года, они будут познавать все тайны науки кулинарного искусства, все тайны менеджмента. И нам нужны, то есть мы работаем с университетом, федеральным университетом, федеральным сибирским университетом, с группой Беллини Групп, это лидер в Красноярске. У них много ресторанов, ребята работают очень серьезно, их шефы виртуозы. Мы надеемся узнать, чтобы Россия узнала о сибирской кухне, о истоках российской кухни, о русских продуктах. И чтобы ребята в России могли получить высшее образование в этом направлении. И мы ищем также партнеров, которые нам помогут дать это образование в России. То есть они нам помогут оборудовать нашей кухней. Мы оборудуем тысячи квадратных метров техники для кухни профессиональных на уровне мировых высочайших стандартов. Мы откроем ресторан, где ребята будут проходить практику на базе университета. Гастрономический ресторан оборудован с дизайном, с современным дизайном. То есть все как в настоящей жизни. То есть вы предлагаете почувствовать и потрогать профессию своими руками. Да, они потрогают, они узнают профессию своими руками. Для этого, опять же, нам нужны партнеры для дизайна. Нам нужны партнеры, чтобы оформить ресторан, поставить самое лучшее, наверное, все, что связано с столой. Правильно, ресторану нужна сервировка. С сервировкой, опять же, ребята должны работать с самыми изысканными предприятиями, которые делают бокалы для вина, шампанского дизайна, тарелки. Потому что когда шеф подает блюдо, оно должно подаваться... Кухня превращается в настоящее искусство. Конечно, и ребята также изучают, наши ребята будут изучать также дизайн, например. Потому что кухня — это дизайн, это знание цвета, техники, вкуса. В общем, друзья, я рекомендую вам отправляться прямиком в Красноярск, если вы хотите стать настоящими гуру и не только готовить на своей домашней кухне, но и радовать целые города и, может быть, даже страны, а может быть, получить мишленовскую звезду. Знакомьтесь с нашими друзьями и партнерами. Они с удовольствием открыты к сотрудничеству долгосрочному и, конечно же, с большим удовольствием готовы общаться с самыми разнообразными бизнесами для того, чтобы делать это вместе сегодня и идти в ногу со временем. Я желаю вам удачи, я желаю вам успеха, я желаю вам потрясающих студентов. Спасибо. 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 Спасибо.